Наш следующий материал о юных исследователях. Научное сообщество учеников Красновской школы активно использует лабораторное оборудование, которое они получили в конкурсе социальных и культурных проектов публичного акционерного общества «Лукойл». Слово Натальи Кисляковой. Добавляем 3 мл анализируемой воды. Этот несложный эксперимент помогает узнать, какое количество нитратов содержится в воде и можно ли ее употреблять человеку. В ходе опыта меняется окрас воды. Результат определяется с помощью специальной таблицы. Также при помощи данной лаборатории мы определяли содержание железа и планируем определить содержание свинца. Экологическое состояние водных объектов изучает и Александра Ербаева. Школьница при помощи химического анализа исследует Кумшинское месторождение заповедника Ненецкий. До этого у нас не было возможности, так как не было оборудования и лаборатории. Поэтому при помощи данной лаборатории мы смогли осуществить все, что сейчас представлено. Научное сообщество в школе поселка Красное существует с 2013 года. Ведущие секции – биология, экология и краеведение. Школьники выезжают на различные конкурсы со своими экспериментами и занимают первые места. С 2017 года мы проводим работы по экореставрации на антропогенно нарушенных ландшафтах полуострова. За два года установлено 12 барьеров в местах наиболее активного выдувания песка. В перспективе мы планируем провести химический анализ почвы при помощи лаборатории, подаренной лаборатории. А также планируем в дальнейшем продолжить установление барьеров из мертвого природного материала на песчаных пустышах у острова Костяной Нос. Научное сообщество не только занимается исследованиями, но и выращивает растения, а затем высаживает их в поселки и его окрестностях. С помощью химической лаборатории мы планируем провести анализы почв как с пробных площадей, так и почв, в которых выращиваем рассаду. В рамках конкурса социальных и культурных проектов публичное акционерное общество «Лукоил» выделили средства на приобретение лабораторного оборудования в школу поселка Красное для проведения опытов и экспериментов. То есть у нас высокие результаты, и это благодаря тому, что дети трудятся, коллектив педагогов трудится. И большое спасибо нашим дарителям «Лукоил», которые предоставляют нам такую возможность качественно выполнять свою работу. Потому что это уже у нас третий грант. Добавлю, в ближайшее время научное сообщество планирует провести еще ряд экспериментов с помощью нового оборудования. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».